Маневич Михаил Владиславович. Биография карьера, личная жизнь. У каждой страны эпохи есть свои герои. Одним из таких можно считать Михаила Владиславовича Маневича, который в период перестройки взял на себя смелость и ответственность за экономическое процветание Санкт-Петербурга и всего государства. Биография Михаила Маневича. Михаил Владиславович Маневич родился в Ленинграде, сейчас Санкт-Петербург, 18 февраля 1971 года в семье профессора Петербургского университета финансов и экономики Владислава Маневича и преподавателя музыки Меты Маневич. Интеллигенты родителей оказали на Михаила огромное влияние. В сранних лет он становится разносторонне развитым ребенком. Миша занимается изучением гуманитарных наук, учит английский язык. С детства мальчик занимается фигурным катанием и музыкой. Ко всем занятиям он подходил серьезно и с увлечением. Еще в школе будущий экономист-политолог стал проявлять интерес к политическим информационным программам. Особое внимание он уделял программе «Время», которую смотрел ежедневно вместе с родителями. Это увлечение и определило его дальнейшую судьбу и карьеру. В средней школе Михаил становится главным обозревателем политических новостей страны. В возрасте 13 лет он стал президентом школьного клуба «Интернациональной дружбы и товарищ». Получив среднее образование, Михаил сдал экзамены в Ленинградский финансово-экономический университет им. Инна Вознесенского, который окончил с отличием, защитив кандидатскую диссертацию. В конце 1980-х годов Михаил Маневич занимался исследовательской работой на инженерно-экономическом факультете университета. Политическая и экономическая деятельность Михаила Маневича. Оставаясь на посту руководителя научно-исследовательской лаборатории в университете, Маневич выдвигает свою кандидатуру на выборах. В Государственную Думу, однако, не проходит по количеству голосов. Это не останавливает будущего мира Северной столицы. Озвученные им экономические идеи заинтересовали правительство Ленинграда и ему предложили место в мэрии города. С 1994 года он возглавляет Комитет по управлению городским имуществом. С этого времени Маневич начинает заниматься юридическим образованием, одновременно решая экономические проблемы города. Благодаря его деятельности в Северной столице была создана самая безопасная система сделок с недвижимостью. О Маневиче говорили не только как об выдающемся экономисте, но и как о первоклассном юристе. Он стал один из знаменитых людей Санкт-Петербурга. Михаил Владиславович имел множество идей и планов, но им не суждено было сбыться. 18 августа 1997 года автомобиль, в котором находились Михаил Маневич и его жена, был расстрелян. Вице-мэр города скончался до приезда в больницу, его супруга получила легкое ранение. Хладнокровное убийство Маневича взволновало общественности политических деятелей. Михаил Маневича похоронили на Волковском кладбище Санкт-Петербурга. Лишь в начале 2009 года расследование его смерти было завершено. На литераторских мостках Волковского кладбища Михаилу Маневичу был установлен памятники. Его имя до сих пор помнят и чтят жители Санкт-Петербурга и всей страны.